Добрый день! Меня зовут Пикова Валерия Валерьевна. Я преподаватель народного вокала. Сегодня я проведу занятие для начинающих вокалистов. И начнем мы с самого главного – певческого дыхания. Дыхание – это основа звучания голоса. В практике преподавания различают три типа дыхания. Первое – это ключичное дыхание. В нем наиболее активно работают мышцы грудной клетки. Второе – это смешанное дыхание, грудобрюшное дыхание. Активно работают мышцы грудной клетки и брюшной полости, а также диафрагма. И нижнереберное диафрагмальное дыхание. При этом дыхание активно сокращается мышцы брюшной полости и диафрагма. Это дыхание подходит для певческого голоса, для работы над вокалом. Дыхание осуществляется животом. Вдыхаем и спокойный выдох. Работают мышцы живота. Вдыхаем и спокойный выдох. При этом грудная клетка остается неподвижна. При правильном извлечении, при правильном дыхании звук становится плотным и активным. Для того, чтобы начать заниматься дыхательными упражнениями, необходимо правильно встать. Для этого центр тяжести тела распределяется на две ноги, плечи свободны. Необходимо расслабиться. И начинаем с первого упражнения на дыхание. Спокойный вдох и выдох. Следим за работой живота. Выдох, вдох и выдох. Чтобы было видно лучше, вдох. Работают мышцы живота и выдох. Следующее упражнение на звук С. Вдох идет через нос. Выдох на звук С. Можно считать до пяти. Это упражнение позволяет развить длительность выдоха. Набираем воздух в живот. Следим за животом, плечи свободны. Набираем. Это было на букву У. Можно делать выдох. А теперь на букву С. Набираем воздух. Вдох. Выдох можно продлять на пять, десять, пятнадцать. В зависимости от того, насколько у вас активна работа диафрагмы. Следующее упражнение ежик. Резкий вдох и резкий выдох. Воздух набираем носом, выдыхаем ртом. Следим за работой живота. Еще разочек. Следующее упражнение. Глубокий вдох и три выдоха на звук Ф. Между выдохами замираем. Дыхание не берем. Ощущение выталкивания звука. Набираем воздух. Следим, чтобы плечи были свободны. Не работала ключица. Воздух идет в живот. Еще разочек. И еще разочек. Эти упражнения помогают нам освоить технику певческого дыхания. После упражнений на дыхание переходим к разминке мышц речевого аппарата. Первое упражнение. И, э, а, о, у, и. Произносим гласные, опускаем челюсть и следим за тем, чтобы она находилась в одном положении. И, э, а, о, у, и. Поочередно ставим ударение на первое, второе и последующие буквы. И, э, а, о, у, и. И так далее. Следим за тем, чтобы во время упражнения вдох был в живот. Следующее упражнение. Слоги. Пи, пэ, па, по, пу. Твердые губы и немножко выталкивая эти звуки. Взяли дыхание. Пи, пэ, па, по, пу. Еще разочек. Вдохнули. Пи, пэ, па, па, по, пу. Следующее упражнение. Лошадка. Это цоканье языком. Звук держим округленный. Данное упражнение способствует напряжению верхнего неба и укреплению его. Следующее упражнение. Машина. Звук брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр И упражнение вверх-вниз. Взяли воздух в живот. Букву Р активно толкаем, при этом мышцы диафрагмы работают. Еще одно упражнение. Делаем вдох и выдох на букве М. Вдох через нос. Еще разочек. Следим за тем, чтобы губы во время упражнения вибрировали. Следующий этап разминки речевого аппарата – это скороговорки. Начинаем проговаривать скороговорки всегда в медленном темпе и постепенно ускоряем. Скороговорки проговариваются твердыми губами, активной работой языка. Первая скороговорка. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. Активно работают губы. И ускоряем. Бык, тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. При этом активно произносятся все гласные-согласные звуки. Следующее упражнение. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. Работают активно губы. Твердые губы. Четкое произношение. Следим за тем, чтобы во время упражнений дыхание было в живот. Набираем. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. Еще разочек. Выдохнули. Набираем. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. Разнообразить наши упражнения можно следующим образом. Ставя ударение на первое, второе и последующие слова. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. Из-под топота копыт пыль по полюлетит. И так далее. Постепенно ускоряя. Из-под топота копыт пыль по полю летит. Следующее упражнение. На твердую букву Р. Расскажите про покупки, про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Активная буква Р. Активная работа речевого аппарата. Губы твердые. В данном упражнении можно работать как в паре, так и самостоятельно. Расскажите про покупки, про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Работая в паре, можно сделать диалог. Вопрос-ответ. Расскажите про покупки, про какие? Про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Постепенно ускоряем темп и доводим до более быстрого произношения. Расскажите про покупки, про какие, про покупки, про покупки, про покупки, про покупочки свои. Активный речевой аппарат. После того, как мы подготовили речевой аппарат, приступаем к вокальным упражнениям. Итак, первое упражнение. На гласные звуки А, О, Э, У. Делаем распевочку. На одном звуке. Следим за тем, чтобы челюсть была открыта, отпущена, и звук шел свободным. А, О, Э, У. И дальше по полутонам. Еще разок. Следим за дыханием. Дыхание идет в живот. Взяли дыхание. А, О, Э, У. Звук свободно извлекается, связки не напрягаются во время распевания. Следующее упражнение. Звук М. На одной звуковой высоте тянем звук М, открывая на А. А, И, добавляя на форте звук, потом, затем, постепенно убавляя на пиано, и прикрываем рот. Взяли дыхание. Следим за тем, чтобы позиция была звукоизвлечения одна. Еще разочек. Если не хватает дыхания, можно на самом активном звуке взять дыхание. Например. И так по полутонам. Следующее упражнение на двух звуках. На стакката. Берем воздух. Упражнение Е, Э, Э, Я, А, А. Произносится четко, со свободными связками. Между буквами воздух не берется. Е, Э, Э, Я, А, А. По полутонам. Е, Э, Э, Я, А, А. И так далее. Е, Э, Э, Я, А, А. Также можно разнообразить это упражнение на трех звуках. Е, Э, 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 Я, А, А, А. И так далее. Следующее упражнение на три ноты. Текст. Роза, Бела, Бела, Роза. Данное упражнение способствует развитию открытого звука и твердые согласны. Обращаем внимание на букву Р. Берем дыхание в живот. Роза, Бела, Бела, Роза. Еще. Роза, Бела, Бела, Роза. И еще разочек вдохнули. Роза, Бела, Бела, Роза. Свободные связки и свободный выход звука. Во время упражнений, вокальных упражнений, распевание идет до той звуковысотности, в которой вам комфортно, не переходя на крик. На этом наше занятие для начинающих вокалистов окончено. Спасибо за внимание. Роза, Бела, Бела, Роза. Продолжение следует...